Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Возможные порывы ветра до 14. Температура воздуха ночью от плюс 5 до плюс 10 градусов. Днем 17-22. В горах ночью столбик термометра опустится до минус 2. Днем потеплеет до плюс 14 градусов. В северных, центральных и местами в южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Возможные порывы ветра, которые будут достигать 14. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Днем потеплеет до плюс 20. Наша землячка, капитан полиции Светлана Лепшокова, стала первой красавицей России. Она выиграла всероссийский конкурс красоты и таланта. Как Светлана решила участвовать в конкурсе? Изменилась ли ее жизнь после конкурса? В каких горячих точках ей пришлось побывать? И что она считает главным делом жизни? На эти и другие вопросы титулованная красавица в эти минуты в нашей студии ответит моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Светочка. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время, пришла сегодня к нам в гости. И, конечно, я хочу поздравить тебя с тем, что ты стала первой красавицей России. Ты участвовала в конкурсе красоты и талантов, который прошел в городе Москве. Скажи, пожалуйста, в этом конкурсе принимали участие только сотрудницы полиции? Нет. Ну, расскажи про конкурс. Конкурс состоялся в Москве в очень известном ресторане. Назывался Яр. И участницы были со всех регионов нашей страны. Почти 65 человек, можно сказать так. Конкурс состоял из четырех этапов, которые я, можно сказать, успешно прошла. Ну, надеюсь, в купальники ты не ходила? Нет. Я нарушила дважды регламент всего конкурса, так как я отказалась одеть купальник, который был предоставлен ими, и национальный костюм, который предоставили опять-таки они. Я одела свой собственный национальный костюм, который я привезла с собой. А вместо купальника я уже одела черные брюки и длинную футболку. После чего, конечно, это было воспринято негативно. Все меня убеждали в том, что меня дисквалифицируют. Ну, я, короче, настояла на своем. А как ты про этот конкурс узнала и как ты решила в нем участвовать? Я в конкурсах красоты участвую 2017 года. Но вот последний мой конкурс, это был вот в этом году, в июле месяце. Вот он на республиканском уровне. Я победила здесь, в городе Черкесске, потом победила уже в городе Ростове, после чего меня отправили вот в Москву. Ну, скажи, пожалуйста, вот после этого конкурса красоты твоя жизнь изменилась? Я бы не сказала, что она изменилась. Все так же работаю, все те же самые будни. Несмотря на участие в конкурсе красоты, я знаю, что своим главным делом жизни ты считаешь свою работу в полиции. Да, так как я и сама из семьи сотрудников, для меня это самое важное мое дело, это моя цель, можно сказать. Я этим живу. Ну, я еще знаю, что ты в горячих точках побывала. Расскажи, где? В 2016 году я побывала в республике Рсуаланье. В 2017 году я побывала в республике Ингушетия. В 2018 году я уже побывала в республике Чечня. В общем, у тебя достаточно богатая, насыщенная жизнь. Скажи, ты планируешь еще участие в каких-то конкурсах красоты? Планирую, но буду ли я участвовать, я пока не могу сказать, так как меня пригласили после, уже в конце, когда в Москве я победила, в Турецкую республику и в республику Болгарию. Но смогу ли я выехать из страны, пока я не могу сказать. Да, в связи с этой ситуацией. Ну, что ж, я тебя поздравляю с этой победой. Я желаю тебе успехов в работе и во всем удачи. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9.00 продолжит программы Карачаевской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Все давно знают и выбирают сыр Ольда. Миру сыр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok